Занимайтесь самоподкреплением, то есть научитесь сами себя подкреплять. Если другие люди не говорят вам, боже, боже, как замечательно ты встал с дивана, уже большой успех, ты так нас обрадовал, задача самого себя хвалить. То есть если вы раньше не могли встать с дивана, а сейчас встали с дивана, просто скажите себе, что вы большой молодец и вы собой гордитесь. Ну, немножко звучит шоцфренично, но как психотерапевтический прием и как понимание того, как работает мозг, это очень эффективная штука. Поэтому постоянно, как только вам удается сделать чуть больше, как вам только удается достичь чуть более ярких результатов, обязательно себя самоподкрепляйте. Просто хвалите себя, я не знаю, кормите себя шоколадкой, что-нибудь делайте себе приятное, не знаю, что у вас там бывает. Ну, в общем, есть всегда ресурсы для самоподкрепления, но нужен мозг. Формирование ощущения собственной ценности, собственной уверенности, умением справляться со своими негативными эмоциями делает нас людьми, которые не боятся отношений, которые готовы инвестировать в отношения. А если вы таковы, то есть у вас нету этих тревог, нету этой раздражительности, нету этих комплексов, и вы инвестируете в отношения, то очень велика вероятность, что даже в нашем мире с его одиночеством вы все-таки сможете найти своего человека и не создадите вообще пару. Все всегда идет не идеально. Ничего идеального в мире, в природе не существует. Ни один писатель не начинал свою биографию с, как бы сказать, с идеального произведения. Ну, там несколько есть, но оно было у них единственное, они написали его про себя, и, собственно, если это писатель, то писатель должен уметь рассказывать не только свои истории. Вот. Да, поэтому всегда, никогда не будет идеального результата, что просто его не существует. Что бы вы ни делали, это все равно будет востребовано другими людьми, а далеко не все люди будут интересоваться тем, что вы делаете. Вот. Кому-то вообще то, что вы делаете, будет неинтересно, и в этом смысле тоже неидеально. Вы сами, зная, как устроено то, что вы делаете, будете всегда знать, как это можно улучшить. Поэтому первое, что нужно понять, что перфекционизм – это такая красивая формулировка для несуществующего. Как вы знаете, я активный борец цифровой зависимости. Я вам все время рассказываю, как это вредно для нашего мозга. Сегодня я хотел бы рассказать об одном важном нюансе, который, мне кажется, нужно иметь в виду. Когда вы переутомляетесь, вы думаете как бы отдохнуть, и, как правило, способом отдыха становится для вас просмотр кино, сериалов или скроллинг-ленты. Но правда состоит в том, что вы в этот момент занимаетесь потреблением информации. То есть вы не отдыхаете, а просто переключились с одной интеллектуальной деятельности на другую интеллектуальную деятельность. И сказать, что это отдых, невозможно. Если вы хотите отдыхать от нагрузки психологической, если вы хотите справляться со стрессом, который вызывает избыток информации, ваша задача совсем в другом. Это сон, прежде всего, и потом техники, которые ему хорошо известны под названием медитация, осознанность и так далее, способность быть в настоящем, способность воспринимать то, что происходит вокруг вас, а не какой-то заготовленный для вас, сложно сочиненный контент. Ничто не способно ответить нашим потребностям на 100%, нашим пожеланиям, нашим ожиданиям. Ни работа не способна нас на 100% сделать счастливыми, ни личная жизнь, как таковая, не может сделать нас счастливыми на 100%, ни какие-то наши увлечения, хобби не способны сделать нас на 100% счастливыми, если только они у нас останутся. В этом смысле нам надо быть готовыми к этому винегрету, к жизни, в которой есть и то, и другое, и третье, и пятое, и десятое, и воспитание детей, и романтические отношения, и собственное самообразование постоянно дополнительное, и карьерные достижения, и обучение навыкам, и какие-то хобби, развлечения. То есть мы должны быть готовы к этому винегрету всего, потому что в каждой из этих штук можно реализовать какую-то свою потребность. И идеально получается, когда вы весь спектр своих потребностей правильно раскладываете на разные виды своей активности.